добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы и сегодня у нас недельная глава и кев написано в галерея кев что 70 человек насчитывали цены ваши которые зашли в египет а теперь вы многочисленные как звезды небесные наши мудрецы говорят что мы будем как песчинки на морском берегу это число которое нельзя посчитать от множества кроме всевышнего конечно число никто не знает песчинки невозможно сочетать звезды говорит о нашей праведности то есть если мы будем жить по торе исполнять заповеди то мы будем светить как звезды это не просто численность которых тоже невозможно посчитать звезды но таких людей казалось бы не так много как песчина потому что сравнивать это трудно теперь дальше если бы мы в пустыне представились представили собой просто грешников посмотрели бы вот вы неправильно там вели то тогда можно было бы говорить о ком-то количестве но если маша говорит теперь его как звезды небесные во иначе все таки мы праведники невзирая ни на что мы да мы потеряли много людей вы вспомните как мы теряли людей мы потеряли первый раз людей когда мы говорили если бог среди нас или нет когда пришел амалек и реально убил нас пустыне это было первые дни после выхода из египта мы потеряли людей когда изготовили золотого тельца мы знаем мы не знаем сколько людей потеряли потому что мы знаем что только левиты около трех тысяч человек убили которые виноваты были в грехе золотого тельца а сколько мы потеряли посимора трудно сказать маша бросил растертого и сожженного тельца в ручей стекающий с горы и мы пили и тот кто был виновен так всевышний определял он погибал был мор сколько умерло мы не знаем я в одной книге читал 24 тысячи но не могу больше найти эти данные не помню эту книгу это было 20 лет назад где мы еще людей потеряли как только вышедший сына и потеряли людей всевышний жог край стана на золотом месте ставы рамы там требовали тоже пищи которые вас делили лучших в израиле поверх потом мы потеряли людей в киврот готове требовали мясо требовали мясо тоже похоронили народ приходливый где мы еще теряли людей вот разведка написано что умерли те люди которые ходили в разведку и возносили злую молву на страну и казалось бы не так много умерло но не тут то было это самое большое количество людей которые мы потеряли все выше искал что теперь это поколение после этих событий не войдет страну и за 40 лет пустыни 600 3550 человек которые в то время насчитывали наши войска воины все ушли все вышли пишет не осталось ни одного кроме карли калево сына и фона и его шо сына нуна потеряли людей не пишется даже число но вот эта сумма понятна распиши 1 там вся вся наша армия течение 40 лет умерла теперь дальше дальше у нас идет восстание караха мы не знаем точно сколько пишется что четырнадцать тысяч семьсот человек умерла от мора и которые агарон останавливать мы это знаем саком вышел остановил но нам еще известно что 250 человек которые принесли совки смесью благовоний да их тоже огонь сжег вышел огонь от всевышнего сжег как на давай бегу взяли носовки расплющили в листы и били жертвы на напоминание но но нам еще известно что умерли семьи караха датана и аверама кроме трех сыновей караха сера и льтана и авесафа тоже эти люди погибают сколько всего пишет нашим мудрец что были огромные семьи тогда и эти люди были старше чем маше датана и аверам естественно их огромные семьи естественно могло тоже много людей в общем тоже немало людей там умирают получается не меньше пятнадцати тысяч я думаю все вместе вот с этими четырнадцать семьсот двести пятьдесят человек семьями может и больше не знаю что дальше было дальше нам события пустыни известны только после смерти мириан здесь что произошло и сам у нас не убил не убил он просто вышел с мечом не дал нам пройти через страну хорошо но мы в врата убийственной войне в массароте перебили друг друга когда левиты нас хотели вернуть сколько убитых мы не знаем это число но мы знаем что не досчитываемся одиннадцать семей семь семей сынов израиля погибло это мы можем увидеть в главе пентхас видно что их не хватает если положим положим перед собой две главы глава вайгаш и глава пентхаса начинаем сравнивать количество кто зашел в египет и семьи то видим что не хватает семь семей погибли в массароте и четыре левицких семей нашему треставец там погибают здесь людей потеряли после этого мы вышли от григор и идем церемоном там пунон в пуноне сколько людей умерло но много тоже мы роптали и пускали яд своим языком и всевышний прислал ядовитых змеев сарафов и они нас убивали пока машин взмолился всевышний пожалел сказал мой золотой змея мы смотрели на этого змея когда мы лезли всевышнему увидели перед собой змея который пускает яд то что мы делаем своим языком и к сожалению там тоже погибло много людей сколько нам не известно где мы еще теряем людей естественно пишется что чудеса что всевышний не отдал нас ни когда мав вместе с еврейскими царями напали на нас называется потоки арона между скал когда они засели мы проходили между этих скал и всевышний скалы сдвинул и шипы вошли впадины и уничтожил их всех но нас не удалось им убить ни одного человека и когда мы пошли воевать на сихона на ого мы всех перебили пошли воевать на медьян наших братьев по отцу тоже всех перебили без единой потери ну и потом самая страшная потеря была в шутиме это уже последняя стоянка когда мы стоим реки ордан и беляму удалось посоветовать балаку что сделать и совратили нас с помощью своих дочерей женщин свои послали и добились результата что заставили нас служить баль пиору и этот был мор из-за пиора и сумма людей называется огромная которая погибла если пенхаз не остановил мор он тогда убивает вождя колена шимона земли сына салу вместе с принцессой медьяна сказби дочь сура одного из царей медьяна говорят что это балак и пишется что пенхаз лил мор но было умерших от мора двадцать четыре тысячи и это да это большая потеря есть мы это не теряли и эти люди все были живы и все 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 и наше поведение было другим конечно мы бы представляли собой не 601 тысячи семьсот тридцать человек плюс левиты она много больше нас бы было но к сожалению есть что есть но все равно невзирая на все это мы учили тору мы молились пустыне мы себя вели в основное время кроме от этих событий очень достойно и это было лучшее поколение пустыни и поэтому маша говорит что вы теперь как звезды небесные то есть мы все-таки светим невзирая на все всевышний привел свой народ пустыню из пустыни приводит потом как мы знаем страну к нам и начинается новая жизнь нового испытания которые мы должны держать и сейчас проб был дан за пояде души якоб беннахум владимир григорий павел беннефим мал кая малка бат йосев мира бат аваргам роза бат михаэль свин герш памяти у ребенка ритон мендель бен мендель надежда бат йосев здоровья светла бат плара шимон бен эсхак борис бен мария анна бат римка полина пират sony sura лена бат кларо жаня бат и да она бат елена евгений бен софиа двое работ мильям моисей бен ева ирина бен раиса инесса бен мэйл евгений бен берта евгений бен и тафира на 1 геннадий бен елена лёрбин клара и да бат рива татьяна бат сара вадим бен татьяна юлия бат белла мазл парасас гула ирина батури арона рябин гри за хороший дух а ронаря бен воера днис беннахум Авигаль Бацара Заброноса и Бриюк Марина Батрая Всего хорошего Всем всего самого наилучшего Браха Проноса Кавана Что мы это время не грешили Читали Тору Делитесь видео с друзьями Всем желаю Крепчайшего здоровья До следующих встреч Шалом До 10 встреч состоится Завтра в 10.40 Субтитры сделал DimaTorzok